Привет, друзья! С вами сегодня канал ESET NOTE, и в этом видео мы рассмотрим, что делать, если клавиатура нашего ноутбука не работает. Ведь мы залили клавиатуру, и в итоге наши клавиши вообще не работают. Наша учетная запись заблокирована, то есть у нас под паролем находится. Как в этом случае быть, если мы не можем даже пароль ввести? Выбираем центр специальных возможностей, справа в нижний угол. Сразу же у нас экранный диктор говорит, выбираем экранная клавиатура. На рабочем столе появилась экранная клавиатура. Мы можем с помощью мышки здесь поменять раскладку клавиатуры. Это у нас клавиши SHIFT и ALT. Еще раз нажимаем ALT, в итоге раскладка клавиатуры поменялась. Или можете с правого угла здесь выбрать языковые параметры. Здесь вводите пароль, если заглавными буквами, просто нажимаете SHIFT и сразу же вводите пароль. И входите в учетную запись. В поиск вводим, пишем панель управления и выбираем нашу панель управления. Специальные возможности. Далее у нас центр специальных возможностей. И выбираем экранная клавиатура. Включить экранную клавиатуру. В итоге наша экранная клавиатура запустилась. Можем закрыть центр специальных возможностей. Здесь можем настроить язык, английский язык, русский язык и так далее. Теперь выбираем на клавиатуру и язык, русский, теперь на английский. Почему-то не меняется. Ладно, давайте так поменяем. SHIFT, ALT. Еще раз ALT. Почему не меняется? А, вот у нас поменялось все же. Вот у нас параметры есть пункт. Перейдем в параметры. И в параметрах мы можем настроить. Здесь мы можем добавить цифровую клавиатуру. И ОК. В итоге у нас сразу же появилась цифровая клавиатура с правой стороны. Здесь у нас NUMLOG можно с помощью NUMLOG перемещать. Вот стрелки, HOME, END. Еще раз переходим в параметры. Можем нажать и клавиш выбрать. Можем наведение указателя на мыши. Сканирование клавиш. Такие параметры выставить. Но нам удобно нажать и клавиш. Использование компьютера без мыши и клавиатуры. Использование экранной клавиатуры. Можно использовать экранную клавиатуру. И если будет автоматический вход в систему, то сразу же запустится экранная клавиатура. Можем здесь перейти в справку и почитать справку. Сразу же с интернетом начнется загружаться справка. И вы можете прочитать. Вкладка здесь исчезание. Вы можете нажать исчезание. Наша клавиатура вроде немного видна, но она прозрачная. Пока мы на него ничего ничем не нажимаем. Он просто будет прозрачным. Если нам нужно его активировать, то просто кликаем на клавиатуру. Она становится видимой. Можно здесь сразу же его закрепить. Вот у меня сейчас закрепление почему-то не работает. Давайте выберем. Перейти можем куда-либо. Вот мы можем Tab, Enter, Escape. Общий. Вот Escape. Общий. Переходим вкладку Общий. Можем вверх поставить. Можем вниз его выбрать. Можем эту клавиатуру даже больше сделать. Вот она растягивается. Можете прям на весь экран, если вы плохо видите. Можете прям снизу вот так его поставить. И писать. Открыть Word и печатать. Просто с помощью мыши управлять. Я могу клавиатуру прям уменьшить. Вот так вот маленькими делать. Как видите, очень маленькая клавиатура у нас. Можем его прям сбоку поставить. Здесь мы можем ввести какой-либо текст. Вот еще раз Shift, Alt. Alt. Поменяли раскладку клавиатуры. И дальше печатаем. С помощью экрана клавиатуры. И вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует...